Приветствую вас. Давайте разберём вопрос, который задаёт пользователь Алёна. Вопрос звучит следующим образом. Мама меня плохо слышит, почему и что делать? Мы с мамой проживаем отдельно, но тем не менее её слишком много в моей жизни. Ладно, я уже смирилась с тем, что каждый выходной сестра до вечера привожу у неё. Здесь как бы по-другому никак, я не замужем, она тоже. Я живу в квартире, она в частном доме, приходится помогать по выходным. Это я повторюсь уже в стадии полного смирения. Как бы глупо сидеть в квартире одной в выходной. Но меня очень сильно раздражает и напрягает необходимость в рабочие дни и быть с ней постоянно на связи. У нас в WhatsApp бесконечная переписка с утра до вечера в рабочее время на перекурах. Я очень даже рада попереписываться с ней, но когда я прихожу домой с работы, то мне совсем не хочется продолжать переписку, мне хочется заняться своими личными делами, посмотреть телевизор, пообщаться с мужчиной. И вот я, допустим, смотрю телевизор, а она постоянно строчит письма. Приходится отвечать. Иной раз я не отвечу вовремя. Она пишет, ну куда пропала, почему не отвечаешь. А бывает, что ко мне приходит мужчина, а я провожу время с ним. А она там постоянно ждет от меня ответ на свои письма. Вот в результате у меня ощущение, что я как бы должна опрашиваться на свидание. Приходится каждый раз писать, мама ко мне сейчас, сейчас придут. Или мама, у меня был мужчина, поэтому я не отвечал. Или еще тупее я была чая и выносила мусор. Я много раз ее просил, он не писал мне, не звонит по вечерам без острой необходимости. Так весь день в WhatsApp. Она каждый раз про испращение и обещает перестать. Нахватает этого обещания ненадолго. Каждый раз это промежуток в 7 минут. Промежуток времени, на который хватает ее обещания. Раньше ее хватало на месяц, потом на неделю две. В этот раз буквально ее хватило на неделю. Я ей неделю назад сказала, мама, я хочу вечером отдыхать от телефона. Заниматься своими делами, а не смотреть постоянно в экран. У меня уже клинин шеи и скачет давление. Она вроде все поняла и даже изменилась. И вот опять приняла за старое, продолжавшись всего несколько дней. Вчера грузил у меня письма и до 22.30 мне уже захотелось выйти. Прерывалась на встречу с мужчиной, потом после встречи я увидел два сообщения от нее. Сегодня утром я ей напомнил о ночном уговоре не переписываться по вечерам. Она опять просила прощения и обещала этого не делать. Но у меня нет никакой веры в то, что она опять не начнет написать по вечерам. Она еще не старая, ей еще 10 лет. Деменция ей близко не пахнет, да ибо возраст ее еще не может быть. У меня два вопроса, почему она так делает и не понимает, и не слышит меня в упор. И что мне еще сделать, чтобы это больше не постарелось? Как еще ей объяснить? Вроде умная женщина в резвом уме, а достичаться до нее не могу. Как бы на уровне взаимодействия между вами с мамой, как мне кажется, Ситуация такова, что вы шипаете себя ей должной на уровне взаимоотношений между вами. Вы, может быть, даже не замечаете того, как сами себе противоречите. В чем именно вы себе можете в данном случае противоречить? Ну, противоречить вы себе можете в том, что вы говорите, что она взрослая, женщина здоровая, но при этом вы почему-то считаете, что должны ей, ну вот, помогать. Вы почему-то считаете, что, что-то, получается, должны для нее делать. И это обстоятельства, как мне кажется, и мешает вам чувствовать себя свободно. То есть, вы, судя по тому, что описываете, чувствуете свою вину перед ней. По крайней мере, мне так показалось. И вы считаете, что вы ей должны. Почему вы так решили, чего вы так решили, и каким образом вы приходите к мысли о том, что, ну, условно говоря, что вот нужно, смириться с тем, что вы у нее проводите выходные, это очень, на мой взгляд, конечно, интересный момент. Потому что, потому что, то, что вы, ну, грубо говоря, может быть, это прозвучит немножко жестко, да, но то, что вы вот прогибаетесь, условно говоря, под нее, это вот связано с вашим таким рикетным, что называется, чувством. Что такое? Рикетное чувство в данном случае. Рикетное чувство в данном случае, это история о том, что я делаю какие-то действия по отношению, например, к тебе, да, не из, там, допустим, ну, не из желания, да, не из потребностей, не из, как бы, своего, может быть, ну, импульса. А я это делаю из, например, чувства вины, например, или из чувства, там, не знаю, страха, вот, или, там, еще из какого-то чувства, вот. Понимаете, да, надеюсь, о чем, ну, о чем вот в данном случае идет речь. И это очень сильно влияет на вас, это не может на вас не влиять, потому что вы не свободны, вот. Обычно это связано с чувством вины перед человеком, обычно это связано с неуверенностью в себе, обычно это связано с непроставленными личными границами, вот, ну, вы тут вот, в данном случае, скажем так, историю не раскрываете, то есть вы не раскрываете, то, каким образом, например, все это началось, да, каким образом ваша мама начала вам писать и так далее. И, что самое главное, вы сами, как бы, подливаете нашу огонь, значит, говоря о том, что и давая ей понять, что вы рады бы с ней пообщаться, там, в какое-то время, вот. А вот у мамы вполне возможно, что не очень, как бы, хорошо понимают какие-то полимеры, да. То есть, ну, то есть, вещи, где есть, вот, ну, определенные грани, грани, вот. Почему она, почему она так делает? Ну, традиционно, именно традиционно, подобное поведение связано с тем, что человек боится остаться один. Традиционно это связано с тем, что человек не желает вас отпускать, то есть, родители не желают отпускать своего ребенка, вот. Вот, потому что он, как бы, вот, по мнению, ну, по его мнению, по его мнению, по мнению, по мнению именно родителя, не выживет, вот. По мнению родителя, он без него не выживет, то есть, без, ну, там, без ребенка не выживет, по сути. Вот, вот, это, как бы, ну, я понимаю, как это звучит, но, вот, это, вот, очень, такая частая, достаточно история. Вот, и, к сожалению, многие родители, на самом деле, вот, так думают. Вот, вот это происходит, тогда, ну, подобная вот модель поведения возникает, тогда, когда... Родитель не жил своей жизнью, вот вы говорите, что ваша мама, да, она, там, нельзя нужен, например, вот вы говорите, вот, ну вот вы, как бы, задайте себе такой вопрос, да, почему она, как бы, не замужем, да, происходит, ну, это случайность или нет, это не случайность, что она не замужем, это совершенно не случайность, вот, это вполне себе закономерность, вот, и это вполне себе такая, я бы сказал, устойчивая закономерность, вот, понимаете, какая, какая штука, вот, то есть как бы, тут вот такой нюанс и, как бы, ну, его нужно учитывать, этот нюанс, потому что он, ооо, совершенно точный и, совершенно определенно оказывает влияние. вот, ваша мама боится соферная, ваша мама не умеет, по большому счету, да, она не умеет, эээ, ну, как бы жить для себя, вот, она не умеет и не привыкла жить для себя, к сожалению. и, соответственно, пытается компенсировать, а это за ваш счет, то есть у меня, грубо говоря, эээ, нет, ээээ, у меня нет своей жизни, у меня нет своей, как бы, ну, личной жизни, вот, но я буду, а, интересоваться, твоей, твоей жизнью, вот, я буду, влезать, словно говоря, да, в твою жизнь, к сожалению. вот, так, так это, как правило, и работа, поэтому, эээ, что сделать, эээ, как и объяснить, никак, потому что, эээ, у вашей мамы нет, эээ, мотивации вас слушать, у вашей мамы нет мотивации к вам прислушиваться, а вот, эээ, ну, как бы, как бы, да, нет мотивации у нее, а зачем, просто, эээ, она в этом не заинтересована, не заинтересована, вот, эээ, значит, ну, с одной стороны, она в этом не заинтересована, с другой стороны, она, там, вполне может, ну, пытаться решать, вот, свои, эээ, проблемы, какие-то, да, то есть, она решает проблемы, например, эээ, того, что, допустим, ей скучно, и так далее, вот, то есть, это, такая история, эээ, чисто, бытова, вам нужно учиться, эээ, выстраивать личные границы, эээ, эээ, со своей мамой, вот, вам необходимо выстраивать личные границы, эээ, со своей, эээ, мамой, вот, и, эээ, как бы, опирая, опираясь на, вот, эти самые личные границы, эээ, значит, эээ, сформировать определенную свою позицию, вот, которая сейчас, ну, как бы, вот, к сожалению, да, проявляет себя, ну, так вот, достаточно, эээ, я бы сказал, эээ, истерично, то есть, вы на маму ругаетесь, вот, ну, словно, там, говоря, как, как на ребенка, вот, как вот, да, то есть, ребенок вот, применился, да, вы, эээ, на него, на ребенка, как бы, ругаетесь, видите, вот, это не выглядит, не выглядит, как, ээээ, взаимодействие, эээ, взрослого человека со взрослым человеком, это больше выглядит, как взаимодействие, ээээ, взрослого с ребенком, вот, и, эээ, соответственно, это является, является серьезной проблемой, вот, потому что, по-другому ваша мама, ну, как бы, вот, просто не поймет. И ваша, эээ, собственная позиция, ваша собственная модель поведения с мамой, эээ, тоже, на мой взгляд, вот, нуждается в корректировке, то есть, вот, ну, то, как вы, вот, например, относитесь к маме, в целом, да, как вы, там, там, ее, например, позиционируете, и так далее, и так далее, ну, что она, там, эээ, что она для вас значит, и так далее, и т.д. Это вот очень такой важный момент, потому что, если вы не определили, эээ, сами для себя, эээ, место, эээ, значит, эээ, место вашей мамы в системе ваших приоритетов, да, например, если вы, там, ну, допустим, не уверены в себе, к примеру, да, вот, если вы, там, как-то вот чего-то стесняетесь, если вы, ну, там, не знаю, в чем-то, эээ, сомневаетесь, да, ну, например, в, эээ, ну, в себе, допустим, то это, соответственно, оказывает, эээ, серьезное и очень существенное влияние на ваше поведение, на ваше поведение, вот. Поэтому я бы, эээ, сначала, значит, эээ, обратил бы внимание на вашу, эээ, так скажем, эээ, субъективную сторону, то есть, вот, эээ, ну, элемент отношения, да, элемент восприятия, элемент, осозн, эээ, осознавания себя, и дальше уже, эээ, в принципе, можно было бы что-то делать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу это, значит, эээ, позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.